здравствуйте зрители нашего канала сегодня у нас видео обзор посвящен гортензиям гортензиям крупнолистом это наверное самые любимые самые красивые гортензии которых мы очень много рассказывали у нас есть богатый плейлист о которых мы в котором рассказали и о сортах о том как выращивать как ухаживать как подкармливать в общем все 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 от а до я кому интересно комментариях на плейлист я вам дам кому интересно посмотрите но сегодня моя основная задача познакомить вот с этим сортом который стоит у меня на столе называется он perfection это гортензия ремонтантная причем вы знаете вот если вы сейчас полезете в интернет я точно знаю что мне даже пишут на почту говорят что вы рассказали гортензия а мы не нашли информации о том что она действительно ремонтантная вот это гортензия действительно ремонтантная что такое ремонтантная еще раз напоминаю это то гортензий которая цветет на побегах текущего и но и прошлогодних то есть те побеги которые в текущем году появляются они зацветают что и в общем-то не свойственно круг на рестный гортензий и также она цветет на побегах которые вы сохранили с прошлого года то есть цветочки закладывается цветочной почки закладывать и на тех и 100 старых и на новых побегах это просто прекрасно особенно для Для жителей средней полоси, где у нас, конечно, морозы, и если даже мы иногда и укрываем, случается такое, что они или выпряли, или они же подмерзли, или же их повредили мышки, подгрызли, устроили гнездышко. Бывает и такое, все может быть. И вероятность того, что такая гортензия зацветает, конечно же, сводится к нулю. Вот здесь это все полностью исключено. То есть побеги будут обязательно появляться новые, и они покроются великолепными цветами. Период цветения наступит где-то с конца июня, ну, может быть, на первых числах июля. Растение покроется вот такими шикарными цветоносами округлыми. И цветок у этой гортензии, он немного даже игольчатый и махровый. С середины июня, даже, наверное, с конца июня, по началу июля, это вот кратчайший, наверное, срок, она точно у вас покроется цветами вот такими шарообразными, красивыми, розовыми. И если вы добавите различные, то есть если кислая почва, то она будет у вас, конечно, даже ближе к голубой, может быть, даже фиолетовой. На щелочных розовой. Высота кустика, несмотря на то, что вот здесь вот написано, что он высокий, 100-150 сантиметров, нет, это не совсем верно, в средней полосе больше 90 сантиметров он у вас точно не вырастет. Компактный, аккуратный куст, предпочитает больше кислой почвы и растет он, конечно, лучше в полутени. Вот здесь мне пишут, что можно сажать на солнце. Нет, не верьте, это точно, на солнце она у вас будет страдать, в ущерб цветоносам, то есть цветы будут обвисать, листья обвисать, особенно в полдень, ни в коем случае. Ну, об этом мы рассказывали в плейлисте про гортензии, я рассказывала, какие условия для таких гортензий более подходящие. Кому интересно, посмотрите. Итак, значит, еще раз повторюсь, это невысокий кустарник, где-то 90-90 сантиметров, с обильными цветами. Цветет он действительно безумно красиво, взгляд от него невозможно оторвать. Теперь как за ним, как ухаживать, то есть даже, наверное, не ухаживать, а как проще начать начнем, как выбрать. Вот, вы пришли в торговую сеть, как правило, гортензии продают вот в стаканчиках, то есть они в горшочках, или это 9 на 9, или 9 на 12, или вот как у меня, вот такой вот миниатюрный. Обычно закрывают мешком для того, чтобы не испарялась влага. Если есть у вас возможность, возьмите всаженец в руку, вытащите его из упаковки. Посмотрите, у меня вот здесь уже началась хорошая вегетация, то есть нет смысла проверять почки. Почки все, естественно, живые, и он, посмотрите, какой уже зелененький стоит, то есть у него уже началась весна, он начал активно расти. И самое главное, посмотрите почву, у меня даже вот здесь пакет влажный, то есть я точно вижу, что почва у этого саженца не заплесневела, ничем она плохим не пахнет, заставим воды здесь нет, и почва влажная. Это говорит о том, что саженцы хранились правильно при определенных условиях влажности. И вот здесь вот обязательно хороший производитель обязательно дублирует информацию о том, какая написана и на самой коробочке. Дальше еще на что нужно обратить внимание, когда вы возьмете вот такую красивую упаковку в руки, обязательно на ней должен быть название фирмы, которая отгрузила, которая произвела на свет такой чудесной саженец, то есть укоренила его, то есть вся информация о производителе, она должна быть на обратной стороне коробки. И, конечно же, как высаживать, как сажать, это тоже обязательная информация, и размеры саженца, то есть максимальные размеры уже готового растения, период цветения и место посадки. Вот это, вот такая коробка, вот со всеми такими данными и инструкциями, говорит о том, что это производитель действительно надежный, которому можно доверять. Если вы увидели, что коробочкой есть смазанная информация, нет никакой информации о производителе, лучше откажитесь. Вероятность того, что вам продадут какую-то другую гортензию под этим номинованием, крайне-крайне высока. Поэтому лучше отдавать предпочтение тем торговым центрам, которым вы и доверяете, у которых вы уже неоднократно брали саженцы, и тем производителям, которые вы уже проверили на своем, как говорится, дачном участке. Вернусь снова к этой гортензии. Вот на почту мне приходил не один раз вопрос, когда задавали вопрос уже по саженцам, которые мы покупаем. Люди пишут, что если на саженце вот здесь, на верхней части, немного находится зеленый как мох, можно ли такой саженец покупать? Такой саженец покупать можно. Это, в общем-то, ни о чем не говорит, так как гортензии, они любят повышенную влажность, поэтому вот такое незначительное количество зеленого мха, это ничего страшного в этом нет. Далее, этот сорт гортензии, как я уже сказала, предпочитает повышенную кислотность, поэтому вот это тоже учтите, особенно если вы будете его выращивать где-то в саду, если у вас почва щелочная, то лучше бы, конечно, ее сместить в сторону кислотности. Еще момент, на который я тоже отвечаю сразу, тоже этот вопрос задают очень часто. Мы купили гортензию, купили росточек, он в маленьком, в совсем маленьком горшке, впереди еще целых несколько месяцев до высадки в сад, нужно ли пересаживать эту гортензию? Вы знаете, это смотрите по тому, где вы будете хранить. То есть, если вы ее планируете поставить в помещение, в прохладное, можно ничего не делать, можно оставить так, как есть. Но обязательно, если вот так началась уже вегетация, вот с такими листиками, ни в коем случае не ставьте в подвал или где-то в погреб, или где прохладно и темно. Растение сразу у вас же, листики поблекнуты, растение просто может погибнуть. Поэтому вот такой саженец мы ставим только в прохладное, но светлое помещение. Если у вас нет такого помещения, и вы купили и высаживаете дома, то тогда я бы советовала вам горшочек увеличить, почву взять, если нет возможности самим изготовить почву, можно взять для фиалок почву, можно взять обычную землю, которую мы используем для рассады, добавить в нее кислого торфа. Если нет такой возможности, то можно взять для хвойника в грунт, он тоже годится. Перемешайте и посадите на доращивание. Следите за поливом, обязательно за нормой полива, то есть перелить, конечно, в саду мы не можем, а здесь вот в комнатных условиях вероятность того, что вы просто можете слишком сильно залить растение, почему-то думают, что если оно влаголюбивое, то нужно лить так, чтобы ваша вода квакала. Ни в коем случае. То есть за поливом полив должен быть умеренный, хороший, то есть грунт не должен пересыхать. Он должен быть всегда вот в таком влажном, вот я не знаю, камера передаст, то есть палец у меня влажный, вот это нормальное состояние для гортензии. Подкармливать такую гортензию пока не нужно. Подкормку мы сделаем вкусную яму, когда будем ее сажать, то есть положим туда все от души, все, что любит гортензия. Я думаю, что я ответила и на все вопросы, и рассказала вам кратенько про этот сорт. Обратите на него внимание, сейчас этот сорт начал появляться в наших торговых центрах, он действительно потрясающий. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, и всего вам хорошего, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!